Приветствую вас! Вы знаете, в вашем тексте есть достаточно странные моменты, я бы сказал. То есть, все было хорошо у вас, к примеру. То есть, вы, к примеру, были всем довольны, как я понял. Вот. А все было у вас, в принципе, неплохо, как я понял. Вот. Но! Потом произошло что-то такое, что подруга перестала обращать на вас. Внимание, они перестали к вам тянуться. Вот. Зато, они стали тянуться к вашей, собственно говоря, подруге. Да? Вот. Которая, вроде бы, как я понял, ну, вам в каких-то моментах уступала. К примеру. И вы не описываете то, с чего это началось. Вы не описываете то, с чего это случилось. То есть, вы, как бы, просто, вот, говорите, что, ну, вот, такая ситуация, вот, произошла. И все. А почему она произошла? Эта ситуация. Непонятно. Вообще. Почему эта ситуация произошла? И, на мой взгляд, на мой взгляд, анализировать нужно, ну, в первую очередь, именно это. С какого момента между вами и вашими подругами начался развод, к примеру. С того момента, как, допустим, ну, допустим, с того момента, как у вас, к примеру, появился молодой человек. Или тут были еще какие-то моменты, о которых вы не пишете. Вот. То есть, на мой взгляд, это очень важная история. Также, не менее важной историей является тот факт, как вы восприняли отдаление, значит, подруг. От себя. Вот. То есть, восприняли ли вы это, к примеру, позитивно? Восприняли ли вы это, к примеру, негативно? Стало ли вам как-то дискомфортно от этого? Или нет? Ну, вот. Исходя из того, что вы написали, я могу, в общем, сделать вывод такой, что подруга вам просто элементарно завидует. Вот. Вот. Я могу сделать такой вывод только, что просто элементарно вам ваша подруга завидует. И отдалилась ваша подруга от вас именно по этой причине. То есть, дружбы искренней у вас, ну, как-то не было. Возможно, она была с вами, чтобы как-то вот за счет вас чувствовать себя, скажем, может быть, более комфортно, может быть, более как-то удобно. Может быть, еще как-то, вот. Но уж она совершенно точно не заботилась о том, чтобы вам было как-то вот хорошо. На мой взгляд, это ключевой момент. Вы спрашиваете, что с вами? Я, если честно, не очень понял вопрос. Да. То есть, ну, помимо, наверное, только того, что вы вот говорите, что такой человек, что не любите навязываться, один раз потянулись и все. Ну, мне кажется, что тут, конечно, не совсем верная позиция, потому что, ну, люди раскрываются по-разному, вот. По-разному и не сразу, что важно. Поэтому, если вам человек симпатичен, вот. Ну, просто, просто, вот. Какой-нибудь человек, если вам симпатичен, да. Вот. То, к нему, мне кажется, нужно проявлять какую-то активность, да, и совершенно не обязательно, если это сделаете один раз. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, не нужно бояться того, что вы будете навязывать, потому что, если вы будете проявлять свою активность естественно, если вы будете проявлять свою активность спонтанно, то страшного ничего не произойдет. Другое дело, если вы будете, там, свои желания, к примеру, реализовывать через этого человека. Вот это да, это да, это неприемлемо. Вот. А в остальном ничего плохого вы не делаете. Другой момент, что именно стоит у вас, что стоит у вас за вот этим вот, скажем так, ну, поведением, да. Вот. Что стоит за поведением. Не навязываться. К примеру. Ну, это, на мой взгляд, действительно очень важная история, потому что, если вы когда-то, к примеру, там, получали, значит, правмы какие-то. Вот. Вот. В связи с, ну, вот, с тем, что навязывали. Вот. То, травмы, конечно, надо прорабатывать, пролечивать. Вот. И так далее. Типа, хорошего в любом случае ничего не будет от того, что вы, там, не проявляете, в должной, ну, в полной мере, да, не проявляются свои активности, которую, к примеру, могли бы проявить. Вот. Вот. Ну, вот, в принципе, все. А так, я бы, на самом деле, не сказал бы, что я вижу у вас какие-то проблемы или вижу у вас то, с чем именно вам нужно работать. Вот. Я не могу сказать, что я вижу это. Что для меня даже, вот, ваш вопрос, который вы задаете, да, для меня ваш вопрос, он не понятен, он не понятен. Он не совсем понятен. Только вы говорите, что, 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 что с вами? Вот. А, что с вами? А, не, не, не понятно. Так вы ничего плохого вроде бы не делаете. Вот. И вроде бы проблем у вас тоже никаких, я вот лично, лично не наблюдаю. Ну. То есть, вы, как бы, может быть, не совсем, ну, не совсем правильно выбираете друзей. Ну, может быть, вы, там, к примеру, излишне, допустим, ну, допустим, вы излишне наивны. Да. Вот. Может такое быть, к примеру. Вот. Что с вами может быть излишне наивны. Ну, в таком случае, да, тут, конечно, есть определенная проблематика. Вот. В остальном, я не думаю, что у вас есть какие-то трудности. Вот. В остальном, я не думаю, что у вас есть какие-то трудности. Ну, вот. Ну, вот так, в принципе, можно ответить вам на ваш вопрос. Вопрос, я надеюсь, что помог вам. Вот. Это вы, одна лексичка, ну, вот это, конечно, отношение к себе, да, оно не вызывает какого-то, вот, доверия, потому что, ну, немного здесь, как-то по-детски вы мыслите на, как мне кажется. Вот. То есть, почему вы, к примеру, о себе не заботитесь? Да. То есть, ну, вот вы худая очень сильно, и вы, видимо, как вы считаете, что это в порядке вещей, вы считаете, что это нормально? Ну, на мой, на мой взгляд, тут как бы есть ошибка. Вот. Ребята, это, ну, не может быть, ну, нормально. Вот. Другой вопрос, хотите ли вы это поменять? Другой вопрос. Другой вопрос. Ну, 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 нужно ли вам это менять? Другой вопрос. Чего вы хотите? Для себя, для себя, сами. Понимаете? Вы говорите, что ваша подруга более, более, значит, ну, более стеснительна, да, из-за своего веса. То есть, у вас вес, как бы, адекватный, ну, по ее мнению адекватный, да, и по, соответственно, вашему мнению. Вот. А она, соответственно, там, как-то вот вам, там, к примеру, да, она вам завидует, допустим. Вот. Ну, мне кажется, что подобное поведение, оно неприемлемо, да, то есть, там, не могут, там, к примеру, друзья, да, допустим, друг друга завидуют. Вот. Это не дружба, получается, да, а какое-то, знаете, использование. Вот. Человек. То есть, мне кажется, что здесь, ну, вот, такой момент, и, в первую очередь, говорить нужно именно об этом. О том, как вы выстраиваете свои отношения с людьми, да, с подругой, что вас объединяет с подругой, что связывает. Вот. Собственно, то, что вы везде вместе, ну, может, может быть, может быть, но, опять же, видите, подруга-то ваша, оказывается, там, злится, завидуется. Ну, с другой стороны, опять же, не совсем понятно, у вас есть компания, да, друзья молодого человека, где вам, ну, как бы, как я понял хорошо. То есть, ну, у вас есть там компания своих, как бы, друзей, да, вот, и вы в этой компании, ну, вроде как, вроде как, вроде как, вроде как, нормально, в общем, взаимодействует. Время действует. И, 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 и. Это точно. Ну, чего, это, не совсем понятно. Вот. Может быть, вам, ну, к примеру, да, может быть, вам недостаточно, там, друзей своего молодого человека, вам хочется чего-то большего. Вот. Вот. Ну, опять же, вот такой вот вопрос, да, тогда, что вам нужно именно? Вот. Может быть, вы сами чего-то боитесь, может быть, вы сами, сами в чем-то не уверены. Понимаете? 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 Ну, вот. То есть, тут, вот, на самом деле, больше непонятного, чем понятного. Но, вы говорите, что не понимаете, что с вами, но при этом вы не приводите пример. Вы не приводите примеры того, что как-то вас, ну, допустим, осуждают, или обвиняют, или что-то еще. Вы не приводите примеры этого. Вот. То есть, вроде бы, вы говорите, что вот, да, вот, там со мной что-то не так, к примеру. Ну, допустим. Вот. Допустим. А что не так-то? Кто говорит, что не так? Вот. Откуда вы знаете, что не так? На чье мнение вы, там, к примеру, ориентируетесь? Вот. Когда речь идет о том, что, допустим, с вами что-то не так. Вот. Вот. Тут, опять же, я не понял. Складывается, складывается, такое впечатление у меня, у меня. Складывается, такое впечатление, что вы, знаете, ну, как будто, не знаю, может быть, не придумываете, конечно. Может быть, вы не придумываете, но вы преувеличиваете, преувеличиваете, что ли. Как будто вам не хватает какого-то, может быть, внимания, вот, чего-то такого. Не хватает вам. Такое у меня возникло ощущение, потому что абсолютно беспочвенно, в данном случае, нет, если вам тяжело потерять по руку, это, конечно, другой вопрос. Если вы переживаете по поводу того, что вы, там, к примеру, могли, допустим, потерять по руку, да. Тут я вас в целом понимаю. Но, опять же, возникает вопрос, да, а можно ли потерять того, кто, к примеру, никогда не был, ну, вашим другом. Вот. Мне кажется, что нельзя. Вот. И что именно вы потеряли? Да. Тоже очень важный момент, момент, момент. Вот, что именно вы потеряли? Конкретно. Вот. Потому что, любая нуждаемость, если она, эта вот самая нуждаемость, имеет место быть, любую нуждаемость, точнее, надо, ну, корректировать, я бы так сказал. Потому что, любая нуждаемость создает, скажем так, риск зависимости, ну, риск появления зависимости. У вас. От кого угодно, на самом деле. Вот, абсолютно от кого угодно. Это могут быть, это могут быть по-друге, это могут быть друзья, это могут быть окружающие, это может быть, там, что-то еще. И мне просто не кажется, что подобное сделает вас счастливее. Потому что, если вы, к примеру, там, со своим молодым человеком счастливы, да, если у вас молодой человек, все нормально. То, завистники, завистники, они будут, в общем, всегда. И это нормально. И относиться к этому нужно спокойно. Ну, возможно, 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 стоит, стоило бы не связываться с людьми, с людьми, которые не могут, именно радоваться. Вот. Умно так. Хотя, вы, конечно, можете считать по-другому, но психология, она вот, она рекомендует именно так действовать. То есть, психология рекомендует именно не связывать свою жизнь с теми, кто не способен оценить, не способен радоваться за вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok